Уэйн Грецкий величайший игрок в истории хоккея. За свою карьеру Уэйн Грецкий установил множество рекордов, из которых до наших дней до сих пор держится 61. 40 рекордов для регулярки, 15 рекордов для плей-оффа и еще 6 рекордов для матчей всех звезд. Сегодня мы решили вспомнить 5 самых значимых достижений величайшего канадца. И сделаем мы это не просто так. Уже в это воскресенье на нашем канале выйдет большой документальный фильм про обмен Уэйна Грецкий из Эдмонтона в Лос-Анджелес. Огромная история, которая точно придется по вкусу всем любителям нашей игры. Поэтому ставьте таймеры, записывайте в блокноты, а лучше подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. Ну а сейчас к рекордам Грецки. Погнали! И начнем мы с рекорда, о котором сейчас говорят больше всего. Конечно же, это рекорд по голам за карьеру в регулярных чемпионатах. Цифру 894 сейчас знают все поклонники хоккея. Именно столько Грецкий забросил в ворота соперников за 21 сезон своей звездной карьеры. И вы, конечно же, знаете, кто его преследует. Да, наш Александр Овечкин, который пока остановился на отметке в 800 голов. Возможно, Ови обойдет Грецкий, но пока рекорд за канадцем. Самым впечатляющим годом Уэйна стал сезон 1981-82. Тогда за Эдмонтон он забросил 92 шайбы за регулярный чемпионат. Кстати, это еще один рекорд НХЛ и цифра, до которой ни Овечкин, ни кто-либо другой в обозримом будущем уж точно не доберутся. Когда мы говорим о Грецке, то нельзя не вспомнить о том, что помимо снайперских навыков, Уэйн обладал высочайшим искусством паса. Грецкий ассистировал партнером в два раза больше, чем забивал сам. Бомбардирские способности Грецкий сделали из него икону нашего вида спорта. За карьеру Грецкий набрал 2857 очков. И это только в регулярных чемпионатах. А если учесть плей-офф, то эта цифра вырастет до 3239. Как нам кажется, бессмысленно спорить, что кто-то и близко сможет подойти к таким показателям. Если рекорд Грецкий по голам еще достижим, то рекорд по очкам навсегда увековечит в истории НХЛ без каких-либо оговорок. Разумеется, чтобы набирать такое огромное количество очков, нужно было феерить почти каждый матч. Это и делал Грецкий, не давая себе поблажек и регулярно огорчая обороной соперников. И здесь мы хотим рассказать про еще один невероятный рекорд, побить который можно, но невероятно сложно. В сезоне 1983-84 Уэйн Грецкий начал с места в карьер и начал набирать очки уже с первого матча сезона. Но дальше больше. Сначала он преодолел обычную отметку в 10 игр подряд, затем в 20, затем в 30, потом в невероятные 40 и остановился на отметке в 51 игру. С 5 октября 1983 по 23 января 1984 не было матча, когда Грецкий уходил бы со льда без результативных действий. За тот 51 матч Грецкий забил 61 гол, отдал 92 передачи и набрал общие 153 очка. Ближе всего к этому достижению в свое время был Марио Лемье, но его серия оборвалась после 46 матчей. Ничто так ярко не характеризует выдающуюся игру в отдельно взятом матче, как хет-трик. Хет-трик почти автоматически делает тебя главной звездой вечера и с огромной вероятностью приносит победу твоей команде. Карьера Уэйна Грецкий была богата на хет-трики, а к ее концу величайший канадец остановился на красивой отметке в 50 хет-триков. Однако, конечно, были матчи, где Грецкий забивал и больше. Еще в 9 случаях Грецкий добирался до покера, а 4 матча в его карьере заканчивались пента-триками. Кроме того, у Грецки было 2 сезона, где он оформлял по 10 хет-триков. Вдумайтесь в эту цифру. 50 матчей за карьеру, где игрок забрасывал 3 или более шайбы. Это ли не показатель величия? Конечно, все голы и очки Грецкий неизменно превращались в индивидуальные награды. В 80-е годы в НХЛ было много крутых игроков и будущих членов зала хоккейной славы. Но вот правил балл тогда 1 Грецкий. В том, что он каждый сезон будет выигрывать приз лучшему бомбардиру сезона, Арт Рост Трофи, не было никаких сомнений. К концу карьеры Уэйн скопил на своей полке аж 10 таких наград, 7 из которых были подряд с 1981 по 1987 год. Свой юбилейный 10-й приз Грецкий забрал в 94-м, а единственным, кто мог составить ему тогда конкуренцию, был уже упомянутый нами Марио Лемье. Однако еще более почетным призом является Хар Трофи, награда лучшему игроку сезона. И вот здесь Грецкий в свои лучшие годы не видел вообще никаких конкурентов. На счету Уэйна 9 Хар Трофи, 8 из которых подряд. Невероятный отрезок с 1980 по 1987. И опять же единственным, кто смог прервать серию Грецкий, был Марио Лемье, получивший приз в 1988 году. Однако уже в следующем году Уэйн вновь был на коне и получил свою девятую награду. Думаем, не стоит говорить, что рекорд по количеству Хар Трофи, 9 вряд ли будет когда-то побит. А вот достижение по Ар Трофи 10 теоретически может превзойти наследник Грецкий в Эдмонтоне Конор Макдэвид. Друзья, вот такой выпуск у нас получился. Пишите в комментариях, какой рекорд Грецкий вы считаете самым значимым за его карьеру. Будет интересно почитать ваше мнение. И не забывайте, что уже в это воскресенье на нашем канале мы презентуем большой документальный фильм по обмену Уэйна Грецким. Подписывайтесь на канал и не пропустите. А с вами был Спорток. Услышимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!